Вы скажите все то, что думаете, ну вот обо всем происходящем, все свои мысли как есть, желательно цензурные, если вы можете себе это позволить, и представьтесь обязательно. Я буду держать сам. Хорошо, меня зовут Игорь. А, и фамилия Игорь? Воскресенье. В прошлом пожаре погибло. Игорь, сестра, Собода Салёна, моя жена, Воскресенье Елена, и Крой Мордович. Воскресенье, 7, 5, 8, 9, 10. Не бляй они, потому что они были заперты в зале кинотеатра, и об этом нигде не говорится. Звонили оттуда, просили помощи. У нас здесь заперли, мы задыхаемся. Никто не помог, потому что когда пожар вспыхнул, все в принципе с вами не спаслись, убежали. А люди, оставшиеся в кинотеатре, не смогли это сделать. И это факт. Я сегодня целый день сводил новость тут, и про то, что люди заперты в кинотеатре, и то, что об этом все прекрасно знают, потому что я был в штабе вчера. Целый актовый зал людей, и все своих людей теряли не на детских площадках, как это по новостям говорили, а на имени в зале. Кинотеатр, за чёрт. Просто все. Не было шансов вас поспешить. Все, остались там, понимаете. Вот, что я хотел сказать. Ну, по поводу ситуации здесь, вообще ситуации в целом. Опять все замолчилось. Не говорит ни о чем. Мы сейчас сидели, собирали сразу с источниками. Идей точный 64. Залы кинотеатра. Машина до сих пор не была. Выходной день. Там было, уже по некоторым информациям, 350 человек погибших. Суда людей всю ночь возят. Хотя мы пока в штабе были. Нам говорили, что нет. И пока никаких источников... Секом. Пока никаких источников за... Ну, то есть, в смысле, не разбирается никого. Жертв пока нет. А на самом деле уже здесь мы узнали. То, что людей возили уже с самой ночи. Возили в национальной похоже. Поэтому это нам просто посговорят, что там, пострадавших, точнее, погибших 64. Но и детей их там, а на столички. Это детские там. Детские мультики показывают там людей уже от 200 до 350. По разной настоящей. Вот так. Выщите. Такой вот у меня вопрос есть. Есть ли у вас какие-нибудь знакомые люди, которые были в контактном зоопарке? Ну, то есть, их дети, может быть, что-то знаете о них? Про третий этаж контактный зоопарк ничего не скажу. Но, по моему предположению, вероятнее всего, люди оттуда могли спастись. Потому что сгорание все-таки с четвертого началось. И дым был, и была возможность. Но там двери никто не забирал. И еще раз повторюсь, со всего актового зала, в котором люди собрались, да, то есть, потеряли свои деньги. У каждого, у каждого были именно теряты. Потому что там была возможность спастись, выбежать. Было три зала. Один из них был не заперт. Оттуда люди выбежали. Два зала были заперты на ключ. Они звонили. Я, если честно, как бы, на последний считал, что это теряты. Потому что, когда они звонили, просяли с дарью. И снова были такие. Нас здесь заперли. Мы задыхаемся. Спасите нас. У меня, к сожалению, не было горько. А приехала моя мама быстро. Были МЧС неподготовленные. Без шлемов, без всего. Она просила, на коленях там валялась. И на театре люди. Там пять моих детей. Моя сестра. Трое внуков и сноха. Пять детишек моих. Спасите их, пожалуйста. Не стояли, просто угорали. Там нет никого. Успокойте ее. Вот такая реакция. Наши спасители. Вот и все. Еще раз повторюсь про количество жен. Нам врут. Мы тут уже от 200 до 350. Возможно, больше. Скажите, пожалуйста. Вас уже напрашивали следователей, полицейских. Да, следователей допросили. Полицейские приехали сюда. Здесь люди. Я здесь уже часа три жду. Кто-то здесь ждет еще дольше. Нас не запускают. Но, как бы, это, в принципе, понятно. Потому что тела просто... Ну, опять же, из фотографий кто-то видел. Здесь люди заходили. Видели. Ну, люди просто выгорели. Они остались заблокированы в этом кинотеатре. И просто без малейших шансов. Прошла информация, что с вас брали подписки ООН и разглажение информации какой-то. Вы знаете, с меня лично не брали. Как бы, я об этом тоже слышал. Но, естественно, давайте я точно не буду. На ваш взгляд, кто должен ответить за эту трагедию? Самое главное, я забыл сказать. Не через интернет, то есть от знакомых, которые с администрацией. Шла такая информация. То, что, во-первых, вы, наверное, знаете, что пожарная сигнализация почему-то не сработала. А не сработала она, потому что ее там просто не было. Два года и ее там уже нет. Потому что наше коррумпированное общество, которое поддерживается нашим ОМАНом, ВВП, все поняли, за кого я, которые довели страну до того, что вы сами все прекрасно знаете. Дома, эти торговые центры лепятся хрен по низких материалов. Там стены горели. Просто стены сипаются панели. Сэндвич панели. Пожарной безопасности не было. Я видел ролик, как все это загорелось. Она не сработала вообще. По моему взгляду, это казьева, арендаторы и те, кто закрыли, заперли дверь. Потому что мы как бы, ну там, теракт, не теракт, но... То есть были маленькие дети, было очень много маленьких детей. То есть вот здесь рассказывали, приехал целый автобус. Там, ну, праздник, каникулы, понимаете. Ну, тише, привезли, например, и булечка была. Воспитательницы... Ну, может быть, даже это практика такая, запирать двери там, да, чтобы эти безбилетники не заходили. Может быть, это она попросила, чтобы ходить по магазину. В общем, она уцелела, насколько мне известно. А детей, которых она группа привезла, остались там. А по новостям смотришь. Там, сколько они, 64 жертвы, детей, девять, что это в район. Это 100% в район. И здесь вот, мы видели, просто горы обожженных тел лежат. Горы обожженных тел. Все, поэтому нас просто нам врут, нам показывают. Здесь показали, одни люди подумали, что 64 здесь, здесь. А вот этих всех, кому по разным сторонам объясняли, я думаю, собрать, и 350 там наберется. Торговый центр большой был. Три кинозала там. Контакт на зоопарке. Про контакт на зоопарке, к сожалению, не слышал. Но вчера, как бы, слышал, что вроде, ну, третий этаж, да? Да. Ну, если третий, не скажу. На втором не было, на самом деле, у нас начали от погибших. Хотя, что верить-то? Я не верю никому. Все вот эти стоят, коррумпированные вот эти взяточники, мордовороты. Ну, как, понятно, у них своим струксом, там, что говорить, да. Но если случилась такая трагедия, я не понимаю, почему. Что будет, что, я, мало тебе тебе увечаю, поговорить, что там, блядь, принесли не погибли. Там очень много жертв, очень много. У вас правда материал для передания комиссии? Нет, я здесь сюда приехал, то есть я был в штабе. В штабе меня сюда направили. Я сюда приехал, то есть поговорил с девочками, говорю, я приехал, вот я хочу идти показывать. Нет, ждите вас в вызове. И вот смотрите опять, да, ждите вас вызовут. Почему? Ну потому что, чтобы вы не всех смотрели. То есть вам подготовят, и вы пойдете смотреть. То есть опять же наводят на мысль, что здесь здание морга уже, по этим вот. А вы помните? То есть все-таки есть процедура опознания? Потому что вначале говорили, что только по генетике будут. Нет, мы здесь только находимся, люди, то есть есть необожженные тела. Остались такие. Но в основном... Люди, их не было в контакте, ну возможно были, я не буду говорить, потому что мы, не дай бог. Но люди, именно все, все жертвы находились в запертых двух залах киноцентра. Один был открыт, оттуда все успели выбежать. Два было заперто, они ломились, сломились, и ничего не получилось. Какая-то психологическая помощь в вашей семье оказана была? Какая помощь здесь? Чем помощь? Ну, штаб развернули, ребенка предлагали, кормили. Чем это делать надо? С полаги. С полаги. С полаги. С полаги. Я правильно поняла, у вас пять человек с ними появились? Да. И это был... Сопруга? Сопруга. Да. Сестра. Старшая девочка собира. Мама, берем, молодец. И это был не случайный случай поджога. Поджог был, да, скоро нет. Люди спаслись. Да, там кто-то надышался. Люди все спаслись. Погибли только те, которые остались в ловушке. И вот мое возмущение, я ни слова об этом не услышал, вернее, по России 24 я услышал, ну, правда, двери были плотно закрыты. И все в таком моменте. Двери были плотно закрыты. Что значит, двери были плотно закрыты? Вот что в вашем понимании? Двери плотно закрыты. То есть, в смысле, дым туда не попадал. Плотно двери закрыты, это значит, щелень нет. Ты можешь подойти и открыть. Двери были заперты. Это разные вещи. И все, поэтому все это деже просто не было шансов. Ну, а почему двери особо, к примеру, не могли вынести? Да потому что детские мутики были. Там преимущественно девочки, ну, мамы я имею в виду, да детишки. Ну, вот так вот. Вы о трагедии как узнали? Жену. Мне жена позвонила и попрощалась. Сестра позвонила, родители попрощались. Водили и говорили. Жена позвонила, последние слова ее были. Я решила, да заперли в ТВ-театр, мы задыхаемся, играем. Я тебя люблю. Я с ней еще две минуты был на связи, но она уже мне отвечала. Я говорю, Лена там, на пол тряпки и все. Ага. Потому что там моментальное задумывание было по ролику, видео. Просто моментальное. Я решила, я там. Я решила. Последок сажать. И там все, в принципе, кто были, то есть, в 21 век, всех найдены. Все звонили. Все люди даже, кто туда подъезжал. То есть, во-первых, МЧС приехала, пошла, да, в центр города. Если первая бригада приехала, они не подготовленные были. То есть, они не подготовлены к этому. Ну и самый главный факт, это там не было. Ванек-то ответил. Там не было пожара. То есть, она не просто не сработала, потому что там что-то где-то коротнуло. То есть, наши кромпированные вот эти чиновники, да, закрыли на это глаза. И вот уже, насколько последнее известно, то есть, Хазиева, кстати, член Единой России, то есть, перевели вот эту всю свою сферу, там, ИП, то есть, крупный, там, сколько там, квадратных тысяч, это больше десятки. Сколько? Тысяча шестьсот. Чего? Квадратных метров. На каждом этаже, там, четыре. Там нет, там больше десятичных метров. Я не помню, там крупный, там, был центр. И они это перевели под ИП и избежали проверки. Там не... Она не сработала не потому, что там что-то не так, потому что ее там не было, вернее, нуляж. Ну, не функционал, понимаете, да? Вот и все. Спасибо вам за мужество, за смелость, вам как прицепление и все. Можно еще на... Как раз... Завод? Как раз.